20 декабря в здании регионального правительства состоялось вручение денежных сертификатов молодым омским предпринимателям, участвовавшим в грантовом конкурсе на развитие собственного дела. В этом году такую поддержку получили шесть начинающих бизнесменов. Большая часть выбранных для поддержки проектов относится к активно развивающейся сегодня креативной индустрии. Это подчеркнул и заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков. В Омске действительно есть очень серьезный потенциал для развития этих индустрий. И мы со своей стороны сейчас очень сильно озаботились вопросом поддержки и готовим государственную программу Омской области поддержки развития креативных индустрий. И я сразу хочу вам всем сказать, что я буду очень рад видеть вас в числе тех людей, может быть даже консультантов, ссоры, заработчиков этой программы, потому что вы гораздо лучше понимаете эту сферу, потому что вы ее почувствовали на кончиках своих пальцев. Владимир Борисович поблагодарил молодых людей за их инициативы и желание трудиться на благо родного региона и пожелал им терпения и успехов в таком непростом деле, как развитие собственного дела. Хочу вам пожелать, чтобы вам сопутствовала удача, и хочу пожелать, чтобы вы на своем пути, бизнес-пути находили возможности не только для самореализации, но и для какого-то вклада в общую копилку развития страны и региона и города. Татьяна Коптева с бизнес-проектом по оказанию консультационных и проектных услуг в сфере строительства получила на организацию предприятия 100 тысяч рублей. Я в этой сфере работаю не один год. Я, естественно, в этой сфере действительно сейчас колошматит, как и во всей экономике в нашей стране. Я даже пыталась уйти из этой сферы, но тянет обратно. Я вижу, что есть заказы, есть потенциал. Работать, занять свою нишу можно и в сфере строительства, и небольшим своим микропредприятиям. Есть, что предложить этой сфере. Софья Лобова уже давно мечтала создать в Омске пространство, которое объединило бы в себе обучение разным танцевальным направлениям. И благодаря полученной субсидии ей удалось стать еще на шаг ближе к исполнению своего заветного желания. 8 лет назад, когда я открыла первую танцевальную школу, появилась мечта создать одно большое пространство, которое объединяло бы множество танцевальных направлений. Потому что первая школа, она у меня специализировалась только на одном танце. Этот танец называется хастел. Профи-дэнс – это обучение танцам с открытия и до закрытия. В какое бы время наш ученик, клиент не приехал к нам в центр, он будет заниматься танцами. Танцы будут всегда. Это площадка, которая будет объединять профессиональных педагогов нашего города. И также мы будем проводить различные обучения, привозить с мастер-классами звезд. Полученный сегодня грант, он пойдет на качественное оснащение, на оснащение качественным музыкальным оборудованием самого большого танцевального зала в городе Омске. Посетить новый дворец танцев, который расположился на территории многофункционального пространства «Лофт-агрегат», жители нашего региона смогут уже в феврале-марте следующего года. А вот бизнес Анны Ецловой действует уже сегодня. Футболки с принтом «Моя большая борода даже в космосе видна» успели покорить не только омичей. Полученный грант в размере 230 тысяч рублей Анна будет использовать для увеличения объемов производимой продукции. Значит, мы делаем что-то интересное, это очень приятно, что поддерживает молодежь, тоже вдвойне приятно. Прям очень круто, что получает проект, который действительно, наверное, что-то дадут Омску. Мы, например, делаем одежду, то есть на каждой бирочке у нас написано «сделано в Омске». То есть мы оптом продаем, допустим, в Петербург, там люди с удовольствием покупают. Ну, это тоже очень классно, я считаю. Также субсидии в размере от 140 до 230 тысяч рублей на развитие собственного дела получили Андрей Рогальский, представивший бизнес-проект «Мини-пекарня», Екатерина Бородина и Дарья Можаева, выпускающие женскую одежду под брендом «Ту-вимен», и Виктор Осин, презентовавший школу технического творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова